27 июня нам пришел инвайт на очень интересный турнир под названием Барри Дуна в партии. Что самое интересное, это произошло до нашего официального анонса, который произошел 12 июля. После того, как мы узнали список участников, а он очень серьезный, наша главная целью было не попасться в группе с фаворитом турнира. Ну и понятное дело, мы попались с Virtus.pro. Ну ладно, ничего страшного, они ведь просто в группе. Наша первая дебютная игра на LAN-турнире была именно с Virtus.pro, с бывшими чемпионами мира. А сейчас это команда топ-10 HLTV. Но в любом случае, этот турнир был для нас больше как для знакомства. Понять, насколько мы хорошо играем LAN-ы, чтобы друг другу все привыкнули и, понятное дело, переехали наши игроки. Потому что двое из наших игроков сейчас находятся в Сербии, они там остались. Мы им даже выбирали квартиру, вы это увидите в ролике. Очень жарко квартиру. Ничего нет. Ну что ж, пора делать историю и знакомиться впервые с моей командой вживую. Буду рад каждому лайку, который вы оставите под этим роликом, потому что этот ролик считается историческим. Это первый влог команды Сайбершоки Спортс. Ну, ну, короче, события классные. Привет. Дорогу, котел. Привет. Привет. Пацаны, конечно, все молодые. Кому-то нет даже 18-ти. По сути, мы открыли молодежку, где самый опытный игрок это 26-летний Егор Флейми. Но в этом-то и фишка. Так, тут вся форма, во-первых, вы сбираете. Мы только что про свою искали. Если что, я сейчас впервые это вижу. Так, вот Флейми размер 48. Ну, для ребенка пойдет. Ну, красивый получился. Не, формы красивые, да, но вот с размером. Мы делали слишком поспешную эту джерси. Были явные проблемы с размерами, потому что мы не уследили, что, оказывается, размер футболки отличается чуть ли не в каждом районе. Поэтому наш L размер оказался, ну, не L, ну, наверное, на размер меньше. Но Егор рассказал, что такая проблема была даже у Na'Vi. Поэтому мы попали на грабли в тир-1 состав. Получается, мы идем в правильном пути. Кстати, про этот джерси. Как мы его вообще нарисовали? Почему именно такая форма? Почему такой дизайн? Об этом буквально через 2 минуты в этом ролике. Так, сейчас я вам покажу комнату, в которой наши игроки будут тренироваться перед завтрашним матчем. Вчера в этой комнате ребята делали SSD-став. Они пришли, настроили все свои компьютеры так, как они будут играть в турнир. Эти все параметры запомнились. Их уникальный SSD-шник остался. То есть они завтра просто придут, подключат свой SSD, и у них будет весь компьютер в своих настройках. Мне это с SSD-шниками очень удобно, чтобы люди бы не тратили огромное количество времени. Но нам не давали разрешение заходить сюда вообще-то? Включай. Сейчас у нас 17.35, и вся команда сейчас обедает. У нас в пакете идет бесплатная еда. Все, что ребята заказали, это все бесплатно. Турнир, на самом деле, очень хорошего качества. Это Герки Пулан, же Дигеров. Наш менеджер команды. Решает всякие вопросы игроков и бронит праги. Бля, братан, у меня сейчас стоит решение. У Ильи Феномена была большая проблема в CSGO. У него еле как было 250 FPS в CS. Поэтому вместе со стафом мы решили сделать ему подарок. И поэтому мы ему отправили видеокарту 3080. Если в CSGO она не особо нужна, то в CS2 видеокарта прям то, что нужно. Поэтому у него будет все хорошо. Но, как мне сказали, я не особо хорошо спрятал эту видеокарту. И он увидел этот подарок заранее. Он делает вид, что не знает. Мне спалили, что он знает. Да, спалили. Это 3080 RTX. Теперь у тебя будет нормальный FPS. Какая у тебя была бы эта видеокарта? 10.50. Ладно, все, давай. Правила хаоса. Ты должен использовать эксклюзивную карту для входа. Если ты потеряешь эту карту, ты должен заплатить 100 евро комиссии. О, это, кстати, SSD-шники. Смотрите, вот так SSD-шники забирают. Это наши SSD-шники. Какие у нас шансы? Сколько раундов для тебя будет считаться? Какие у нас шансы на уровне? 2.0 в 16.5, чтобы мы выиграли ОПК. Понимаешь, здесь никто, вообще никто в нас не верит. Я понимаю. Но мы играем против чемпионов мира. В первой же своей дебютной игре. Но у меня нет никого напряжения. Ты играл против тир-1 команды? Я вот, ну вот, как мы начали играть в прайке, у нас каждый день против тир-1, и уже все равно против кого играть. О, финтокей. Бро, какие у тебя ожидания по этой игре? Ваши ожидания, ваши проблемы. Что за х**? Егор, ты был на многих турнирах. Играл с Сиздом, играл с Симплом. Расскажи, пожалуйста, насколько сейчас тебе по х** на этот турнир? Ну, нет, мне не по х** на турнир. Никогда не было по х**. Просто нет такого какого-то там мандража, я не знаю, каких-то волнений и так далее. Такого нет. Просто, ну, обычный турнир. Рад поиграть первый раз вот вместе с ребятами. Ну, в любом случае, да, как бы мы ни сыграли, выиграем, не выиграем. Если выиграем, вообще, может быть, очень сильный буст для команды дать в целом, потому что соперник очень серьезный. Но если даже проиграем, в любом случае, это опыт для всех ребят. Хорошо, что мы сразу поиграем против такой сильной команды, и легче будет потом играть более легче соперника, чем Virtus.pro. Я думаю, один-один мы закончим. Я не предпочитаю, что мы сегодня вылетим. Я думаю, что мы останемся, как минимум, на второй день. То есть, сегодня мы хотя бы кого-то выиграем. Не знаю, в целом встреча в реальной жизни дала какой-то буст в плане морали под команде. То есть, мы как-то больше общаться начали, больше уверенности появилось. В онлайне такого не было. У нас проблема в команде – это с курением. Как сделать так, чтобы они перестали курить? Ну, ты как… У тебя, я вижу, сила воли хорошая. Расскажи, пожалуйста. Допустим, приезжаем на турнир, и мы все, допустим, там с утра пошли там на прогулочку, да, или там где-то после прагов. И так, в целом, такие полезные привычки нарабатываются, и в целом все ребята начинают друг друга поддерживать. Минутка очень большого спасибо. Посмотрите, у нас тут спонсор Винлайн и Лискинс. Без этих двух организаций у нас бы не было бы этого буткемпа. Ну, мы его не оплачиваем, но в любом случае мы бы не смогли бы приехать. Мы бы вообще не открыли бы организацию. Это те люди, это те компании, которые в нас поверили изначально. Поэтому на всю жизнь, навсегда я запомню, что именно они сделали то, что мы сейчас имеем. Давайте покажу ближе эту джерси. По всему джерси у нас хексагонные, шестиугольники. Здесь первая позиция спонсора, здесь титульный спонсор от Винлайн, и наш сам логотип на сердце. Здесь у нас будут спонсоры в следующих джерси, новые спонсоры. Сзади никнейм и наш логотип. Если что, мы ее долго делали, и она пришла к нам в руки за 6 часов до вылета Флэмми. Она прилетела вместе с Флэмми. В общем, все очень быстро и поспешно, потому что наша команда очень молодая, а турнир прям вот-вот. Кстати, дизайн этой футболки делала нейросеть через Мид Джорни. После этого мы отправили этот джерси нашему дизайнеру, и он сделал вот это. Очевидно, эта форма будет меняться, поэтому мы сейчас делаем несколько еще партий, и какую-то разыграем, какую-то продадим, и это все дело попадет в историю. Мы уже запустили розыгрыш на 3 джерси с доставкой по всему миру. Скорее, прими участие, потому что времени остается все меньше и меньше. Тебе нужно просто подписаться на сообщество нашей команды и нажать на кнопку «Участвую». Ссылка на пост есть в описании этого ролика. У меня есть вопрос о ценах. Какое количество практики каждый день? Постой комнате по дням 300 евро. Вы можете выбрать отель. У нас есть несколько опций, если вы хотите идти к нам. Если вы хотите это alone, то вы можете это alone. Вы можете получить Airbnb, или booking, или что-то, и вы можете оставить в нашей комнате. Сейчас у нас 8 комнат. Что вы думаете? Какой команде победит этот феномент? Если что, он называл две команды, которые в нашей группе быть. Да, Аврора и Вердоспор в нашей группе. Владик раздает бумажки. Там написано, как раздеть на всех картах. Вертиго, Оверпасс, Эншент. Три карты играем. Давайте. Удачи по-братски. Все. Давай, брат. Посмотреть мы будем этот матч, хоть мы и здесь, через экран. Короче, по поводу того, что пистолетки, да, за КТ помним. Сразу же помним, за КТ стартуем с первых баев. То, что флит будет ходить. На мид не играют особо. Помни его. Вот. На бет бусты. Шон, это, Егор помнится. Бусты, они обычно под что-то делают. Так что сразу же готовьтесь. Ну и все, и вперед ебать, как говорится. Сайбершок, Виртус Про, дебютный матч. С первого раунда. Наконец-то это случилось. Сколько мы ждали? Два месяца мы ждали. С гранатой! Господи, какой негде стандартный. Все, все, феномен. Вот саппорта своему тиммейту убивает Фейм и Рескипофф. Капитана команды Виртус Про. С твейм и Флейм ставят точку в первом раунде и уходит вперед. Короче, все, пистолетка у нас есть. Против чемпионов мира. Все, давайте, не штат снять. Поехали. Шайн задолжен здесь. Раскрутиться, но нет, подловили его очень. О, на прострел спамят Джейм. Нет, нет китов, можно зацепиться и Джейм убивает двоим. Господи, что? В прошлом раунде начинают закипываться бетоном. Здесь уже фрак для Флита, для Джейма. Джейм с Флитом разбирают полностью со своим оппонентом. Разбирают для себя третий. четвертый раунд для Виртуз Про. Пятый раунд от Виртуз Про. Ну и мы с вами потихоньку, потихоньку увидим, как душит уже своего оппонента в ВП. Джейм просто в упор его пришел. Есть пачка, увидел голову, он увидел голову Флэйми. Странно, что один в два пошел искать, но феномен нашел АВИК-феноменок. Очень, очень качественно переждал. 5-4? Да, Викчат? Все верно? Стенд, 24 секунды и, скорее всего, будет погибать в моменте седьмой для ВП. Видно, что ВП готовились к своему оппоненту. Тяжело, конечно, грамм. Да не печальная ситуация, все в порядке. Кибершоп. Первая сложная игра на лане. Нет, там Флэйми. Флэйми закрыться просто надо, играть на таймер. Промазал. Промазал Джейм. 15-й берут Virtus.pro. Ну, в целом, давайте вам напомню, что это у нас только первая карта. Вторая Overpass. Комфортнейшая мапа для Virtus.pro. Именно на ней они выиграли свой мажор. Мог убивать второго, но нет, мир убивает своего оппонента. Ситуация 3-2 для ВП. По феномену есть информация. Тут уже Норберт ставит точку в этом раунде и забирают пиксел у оппонента ВП. 16-5 без труда для Джейма и компании. Начинали неплохо. Ну, 1-0 было. Потом проиграли фулл-голокам. Но, короче, какой у меня пока вывод? Это моя наша первая игра на лане. Флэмми хорош. Прям проснулся. Да, но ошибки такие мелкие. Они справляются просто временем. Вторая карта. Пик команды. ВП. ВП начинают у нас в атаке. Классически. Какая-то играют. И пошла стрельба у Риски, но все-таки справился с управлением. Убивает Норберта. Прилетает флэшка. Есть еще Шайн. Создал Береттами. Риски хорошие. По игроку. За столбом. 6 секунд остается у мира. Бомбу установить не получится, так как Фен уже вместе с Флэмми были готовы к этому муву от своего оппонента. 1-0. Есть пистолетка. Да, ну... Просто минус нормально. Есть выход уже на монстр. 2-0 для Собиршок. Хорош, хорош. На голову падает в КТ. Смог. Номер. Хороший фрагм. Джеймон. Здесь фейм. По карте неинтересно. Говорит, смотрите. Я говорю, ну, мам, такой стиль. 2-2. 20 секунд на таймере. Алик не промахнулся. Ай! Зачем ману? Так, все. Впроекте есть. В третьей есть. В третьей охороны. В флэшку. Риски. Точнее, Шайн. Второй фраг находит. Риски. Подключайся. Шайн уже третий. Оформляет флит. 1-4. Посмотрите, есть шанс у флита, но нет. Мужик до тачки падает. Первый. 1-3. Считай, считай, считай. Упал. 4 фрага для Шайна. Не, очень хороший выход. Второй пистол. Они взяли вообще уже за этот бестсов 3 третий пистолет. Да, да. Бам, бам. Здесь спешно? Бам. Фух. Почувствовал флейми. Кстати, флейми нужно было почувствовать кровь здесь на эко. Можно сейчас еще подраться в байраундах. Флешки. Пытаются, пытаются. Ментокей умирает. Медомин умирает, флейми умер. Наша ситуация очень трудная. Для Сибершок. Базы Б поджимают уже подвал, собирают очень много информации. Гагаем. Джейм и Мир ставят точку. Да, Егор не расставит. Это чемпионы мира. Это уже нормально. Влад, но виртузпро играли на полную силу. Ну да, да, на прагах они играли по-другому. Как мажор. Поэтому за это респект. Давайте зафиксируем, что против виртузпро взяли на первом лане. Можно было больше взять. Спокойно. Сейчас будет игра против девяти панд. Если мы выиграем, то остаемся на турнире. Если проиграем, вылетаем в первый же день. Если с виртузпро явно шансы были гораздо меньше, то с пандами должно быть все более-менее. Играем Эншент. Играем плюс-минус. Бывал. Потом Андубис. Наша хорошая карта. И третья Оверпасс. Тоже неплохая карта. Вы взяли у чемпионов мира шесть раундов. Не будем их обобщать никак. И они его именно только называют. А здесь клакс впрыгивает, просто разрывает фену. Поднимает он также. АК-47 после убийства риски бомба. Феномен. Бомба уходит в сторону команды Nine Pund. Раз. А все. Дмитриев. Нет. Одиннадцатый и также успел раздефьюзить бомбу. Фух. И тут мы уже ни во что не верим. 13-3. Но команда считает Иначе. У них даже остаются шансы на этот раунд, там за губом бегает Шайн, от него очень важная позиция, очень важные фраги должны быть, одного выключает, а дальше подождать будет, нет, Соло действует. А там Артем несет свою пушку, роняет он Шайна, Егор остается у нас 1 в 4, и его догрызает Артемка. Ну что, 16-10, команда NinePandas выигрывает для себя, выигрывает для себя первую карту. Нормально почти. Нормально. Хорошо было. Парни, парни, стартаните, пожалуйста, так же, как вот тут сейчас стартанули первую карту. Без ошибок играть невозможно. Все, давайте. Нормально. Стартует у нас пистолетный раунд, как и сказал Олег, это выбор команды. Это выбор Егора, потому что дает он 3 нереальных шота в миде. Он сможет встретить двоих, забирать одного, второго не получается, и оставлять он Дильды за одного. Ты думаешь, Егор кричит, дай эйс? Я думаю, что ему все равно. Времени все меньше и меньше, а тут еще влетает от Шайна. Егор пускает бомбу, может быть эйс будет, но победного раунда для команды Cybershock здесь уже не будет. Где? Он прям вон чекнулся, это база, и взял флэнгл лютый. Там Браво, Cybershock. Пятерка. Начну команду на Энд Пандас. Пошел с иглоком давить, но это не помогает. Это был юзм. Никакой. Раз. Два. Все. Таймпс. Это мой и очень важный дуэль. Таймпс. А вот это уже и минус А9С. Остается последний Шайн. 1 в 4. Нужно тащить нереальный клатч за 6 секунд. Да, это нереально. У нас Гловинг перетяжку в дроп, и сейчас он будет решать момент. Его не дочекали. Команда Cybershock отправляется у нас в клатч 1 в 1. Очевидно же. Снайпер на снайпера. Кто же будет точнее с этой снайперской винтов? Хейдис Бэланс идет с воды, и сейчас их взгляды встретятся. Кто же кого возьмет на ноу-скоп. 1100 карты или 50? 1100. Да. Иллюминейшн матча. Именно матч на вылет в группе А заканчивается тем, что команда Cybershock отправляется у нас. Ну да, домой. Просто домой. Просто домой. Большой молодой. Красавчик. Давай, просто. Хороший класс ужас. Ты лана легенда. Неплохо. Правда неплохо. Мы сыграли всего две карты, и первая игра была против бывших чемпионов мира, а вторая игра была чуть ли не против финалистов этого турнира. Nine Pandas сейчас реально на прайме. Оправдаться больше не буду. Скажу вам так. Я верю в команду, и я надеюсь, что вы верите так же. Турнир закончился, и сейчас наша задача помочь переехать феномену и риски Бобу в Сербию. Мы посмотрели для этого три квартиры. Первая квартира была ужасно маленькой, потому что она была дюплексом. Не было кондиционеров, негде было поставить просто компьютеры, и плюс кровати там. Сложно назвать большими кроватями. В общем, что-то не то. А цена 1100 евро. Что-то вроде этого. Комната закрытая, тут очень жарко. Да. Ну смотри, в теории, если убрать этот комод, то здесь можно поставить второй стол и просто... А здесь что, нельзя? Нет, ребята, вы тут вздохните от жары. Да, да, нет. Вам нравится? Нет. Я просто здесь очень узко, здесь нет кондиционера, здесь ничего нет. Зал вообще шутка какая-то была. Вторая квартира, это просто посмешище. Ну, это какой-то домик Карлсона, потому что мы поднимались до конца. Он находится на мансарде. Там проблема с кондиционерами решена, но всё это выглядит так дёшево, так ужасно. Если бы это стоило 300 евро, я бы понял, но это стоит 1100 снова. Не, ну смотри, тут есть конди. Есть конди. Есть конди. Есть банки для пола. Из этого, конечно, будет. Красно и... И вот третья квартира, которую мы в итоге и взяли. 1200 евро. Ну, мы сторговались очень удачно за 1050. И теперь двое наших пацанов живут в квартире. Первая спальня. Есть кондиционер один, два и в зале третий. Это вторая комната. Большая зала, где, скорее всего, будет будкемп и кухня. Понятное дело, со стороны организации мы спасируем часть оплаты этой квартиры. Я не знаю, как мы свяжем свою жизнь с Сербией, но то, что там наши пацаны играют и у них будет хороший пинг, это правда. Скоро у нас должен быть буткемп, и мы пока не знаем, где его сделать. Пока думаем. В Грузии, к сожалению, пинг высокий. Вот, всё идеально здесь, кроме пинга. Это очень грустно. Если тебе было интересно смотреть за этой командой и за тем, как мы путешествуем, решаем всякие проблемы и проигрываем... Скоро будем выигрывать. То не забудь подписаться на наш канал. Ну, а самое главное, на Telegram, где прямо сейчас разыгрываются три футболки CyberShock Esports. А я с тобой прощаюсь и до следующего ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok